всем привет с вами александр и вы на канале один на один не так давно я делал видео на тему того сколько же нужно денег для того чтобы переехать в россии я сказал такую фразу что на продукты лично мне достаточно в принципе тысяч рублей на неделю и столько посыпалось непонятных комментариев то есть люди как всего 1000 некоторые говорят да мы все знаем что в россии типа намного дороже невозможно на тысячу жить да что на что он там питается ну и прочее 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 ну не на вот друзья я сейчас ходил затарился продуктами на неделю и давайте я вам покажу на что это насколько я денег набрал могу сразу сказать тут даже тысячи не будет я в два магазина зашел то есть это я зашел фикс прайс и зашел ярче то есть смотрите друзья начнем с продуктов которые я закупил закупил фикс прайсе то есть обычная туда не так ну где-то раз в месяц два раз но где-то два раза в месяц я туда хожу он от меня потому что далековато где-то около километра находится и я туда хожу закупаться если маломойка что-то заканчивается чай заканчивается какие-нибудь консервы макароны ну что-то такое в общем смотрите что я там купил соки тоже иногда периодически покупаю то есть там вот он у меня чек 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 сейчас я покажу чек где тут у него сумма то так здесь я получается закупился вот на надеюсь видно будет на 493 рубля что здесь было куплено то есть вот такой сок литровый сок литровый это у нас яблоко виноград в принципе сады придони они все по одной цене поэтому разницы нету сок соком он по 55 рублей по 55 рублей потом вот такое жидкое мыло антибактериальное как бы она нормально она не сушит руки от не реклама мыло просто блин руки не сушит и нормик это я ванну по 100 у меня ванне кончилось мыло вот для ванны взял то есть здесь получается не только продукты мыло вот это вот антибактериальное так мыло мыло антибактериальное 55 рублей тоже стоит лапша роллтон то есть я периодически люблю всякие супчики и один из моих любимых супов это куриный суп лапша и поэтому вот это вот лапшу роллтон я беру она не разваривается и на гарниры тоже отлично подходит по брикетам вот это вот яичная лапша роллтон то есть сколько в ней не знаю общем упаковка 400 грамм 400 грамм упаковка она стоит получается тоже 55 тоже 55 рублей майка 2 рубля стоит потом идем дальше чай чай черный друг более-менее тест из тех которые там были более-менее тест ну насчет чаев не очень богатый выбор фикс прайсе это да насчет этого но все-таки чай черный тоже 55 рублей блин такое чувство что все по 55 потом что еще взял спагетти спагетти макароны это вроде как этим нормальные паста называется из твердых сортов они разваливают не разваривается не раскисают да они как бы подороже обычных но они прям обалденные мне нравится так они у нас стоят 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 сейчас найду лапша мясо сода спагетти вот спагетти они стоят я не вот они спагетти по 25 по 2550 спагетти потом еще что взял такой же темы я взял вот такие вот перья тоже чтобы готовить ну вот эти с макаронами я где-то на две на три недели реально за заготовил потому что я же не только макароны и там другие крупы покупаю эти эти спа эти перья они тоже станет тоже 2550 потом что еще взял вот такой соевый соус в принципе мне он нравится где-то вот этой бутылочки мне но на месяц хватит то есть периодически в пищу добавлять хотя и его добавляя почти везде но я один живу поэтому как бы вот так вот это тот соевый соус он у нас стоит получается соевый стол соус 2550 потом бутылочка воды просто обычная вода без газа вода на слепу литровая так просто попить чтобы сейчас попить она по 1370 потом что еще взял вот индейка вот такая вот консерва консервов банки индейка в собственном станку в принципе неплохие старковский вот эти вот консервы здесь получается пол килограмма 525 грамм даже масса нет то то есть это масса не то и это наверное здесь самая дорогая покупка по цене она получается у нас идет по 99 до по 99 потом еще и взял банку фасоли но это фасоль в борщ то есть сегодня буду уже борщ готовить банка фасоли вот такая так фасоль красная 310 грамм то есть получается идет и по цене она у нас получается 2750 потом что еще ну и чайок зеленый то есть я было обратно обычно просто как бы мохито ну что такое зеленый чай тоже люблю но тут вдруг с клубничкой появился какой-то я думаю почему бы не взять вот этот керт из чай он мне тоже очень нравится то есть получается вот этот чай он у нас он у нас стоит 55 55 рублей так в этой мальчике всего всего нет то есть вот вот эти вот продукты получается они мне обошлись на 493 рубля 70 копеек то есть вот это вот все идем дальше зашел я в ярче в этом фикс прайсе не продаются может это продается но в том где я был где покупая не продаются куриное мясо колбасы яйцо что-то такое не не продается и для этого я хожу ярче но ярче у меня около дома и цены в ярче то есть тоже вот ребят смотрите кстати еще кто хочет сравнивать цены у каждого магазина есть свой сайт также можете прямо набирать там допустим ярче новосибирск марияра новосибирск лента москва там без разницы и открываете именно их сайт этого города и можете смотреть цены то есть именно вот этого что я это не с потолка придумываю я не не выдумываю тут я в принципе закупился у меня это получилось на 340 рублей 52 копейки то есть вот цена чека давайте будем смотреть что здесь я купил бананы банан так баранчики бананчики то есть сейчас покажу то есть вот обычные бананы хорошие нормальные качественные вот такие вот бананчики свежие бананы у них цена пол я очень люблю бананы поэтому для меня вот это вот связочка но это реально на пару дней так бананы 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 обошлись это получается 1 килограмм 142 грамма 42 45 рублей 67 копеек 45 67 1 1 тир почти кило 200 так яйцо яйцо это идет категория с 1 то есть это средний яйца десяток есть еще мелкие более есть крупные крупные мне не очень нравится вот этих вот на завтрак то есть я парочку жарю сама нормально то есть для меня вот эти вот яйца самый оптимальный вариант вот эти яйца у нас стоит получается 57 78 маечка вот этот пакет майка рубль 77 потом я взял сразу грудинку взял то есть грудку я беру именно вот с этой грудки я буду готовить два блюда то есть получается половина пойдет у меня на борщ а вторая половина у меня пойдет на какие-нибудь макароны спагетти но что-нибудь такое то есть как самостоятельное блюдо с овощами соевым соусом с томат пастой будет обжаренной как бы подаваться вот к этим отварным или может картофель пюрешка ну что то такое то есть из разряда вот это вот у меня обошлось получается сейчас я скажу куриная грудка получается она один килограмм 36 грамм и стоит 176 рублей ровно на 176 рублей обошлось потом еще что идет лук лучок я взял то есть вот лучок то есть до готовить лук 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 это 324 грамма обошелся у меня 5 рублей 15 копеек потом что еще идет дальше картофель вот картофель то есть я тоже взял в принципе это мне на борщичок и еще останется у меня где-то столько же картофеля есть то есть чтобы на пирожку сразу готовить вот этот картофель здесь 778 грамм и он мне обошелся 9 рублей 33 копейки картофель по 11 рублей они так до 1199 и капуста 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 пойдет у меня тоже на борщичок капуста белокачана 972 грамма ну почти килограмм на 1263 капуста вот это вот так еще что тут осталось а перчик ну какой же борщичок без перчика конечно не все любят но я люблю болгарский перец это наверное самое дорогое что было в этом покупку в этой но стоит наверное как грудинка перец болгарский и цена у него цена у него цена 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 вот цена у него получилось на двести сорок восемь грамм тридцать два рубля девятнадцать копеек и того общая цена триста сорок рублей пятьдесят две копейки ребят когда вы если хотите сравнивать со своими ценами ценами своей страны вы него так сравнивайте эта цена указана сразу с налогами у каждой страны есть свои налоги к примеру в россии здесь я не знаю как считается здесь два вида налога здесь налог а и налог б и везде ндс разный то есть ндс на одни продукты товары начисляется 20 процентов на другие 10 процентов но в итоге наверное 30 процентов за ндс брать но насчет этого я не знаю но тут именно так написано кто разбирается экономическое образование поэтому смотрите и поэтому грубо говоря вот с учетом налога налог на продукты везде в принципе здесь по россии он должен быть одинаковый до ндс 20 процентов ндс 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 а так тут подписано то есть получается на пакет и на бананы только 20 процентов на остальное по 10 процентов ндс то есть вот так вот здесь даже каждый продукт подписан то есть поэтому можете сравнивать со своими ценами это я говорю к тому что вот пожалуйста сколько у меня получается где тут 400 грубо говоря 500 и тут 350 ну на 850 рублей я себе вот всего закупил не хватает здесь ну и вот 150 рублей это оставим к примеру на молоко и на хлеб как раз вот 1000 рублей пожалуйста мне на месяц готовлю я готовлю я вот в такой кастрюльки сейчас покажу а у меня кастрюлька там ну в принципе я вам скажу вот из такого материала сделано металла только она у меня как бы на три литра больше этой чашки в общем на три литра такая кастрюлька на три литра и еще у меня вот такая вот сковородка то есть в этой сковородке а периодически какие-нибудь там соусы курочку обжариваю миску обжариваю чтобы гарниром это подавать и принципе готовлю я сразу нам мне на 2 дня хватает то есть вот этой кастрюли приготовить не хватает на два дня и почему здесь именно на неделю потому что сами друзья смотрите берем первый день то есть сегодня что я буду готовить сегодня на ближайшие два следующих дня сегодня мне она обед есть на ужин еще или нету не готова то есть будет готовиться именно борщ борщичок То есть, пожалуйста, вот это вот у меня идет на борщичок. Тут еще лук останется. Конечно, морковку я не люблю, кстати, поэтому сюда морковку не ложим. Вот это вот у меня пойдет на борщичок. То есть, вот, вот. А, еще вот. Вот это вот у меня пойдет на борщичок. Отсюда у меня останется, в принципе, лучок останется. И, наверное, немного картофана. Потом следующее мое приготовление пищи, это будут какие-нибудь или макароны, или спагетти. Вот с этой индейкой. Кстати, тут половина грудинки уйдет. И третье приготовление пищи у меня будет вторая половинка грудинки. И, скорее всего, я это потушу с картошкой или с пюрешкой сделаю, что-нибудь такое. То есть, в итоге, сами видите, на тысячу рублей жить можно и жить можно прекрасно. Да, здесь, конечно же, я не сказал. В следующий раз я иду, покупаю другие продукты. Ну, к примеру, я уже не буду брать макароны, возьму крупы. Но по цене приблизительно так и будет выходить. Так что, друзья, кто еще сомневается и думает, стоит ли ехать в Россию или не стоит, и думает, дорого там или недорого. Вот, сами видите, мой живой пример. Вот, что я купил, я вам показал чеки. Это действительно так, это не фейк. Ну, а дальше решайте сами. Помните о том, что выбор у каждого свой. И он остается всегда за вами. Также помните, что жизнь у вас одна. И если вы хотите что-то делать, нужно это делать сейчас, а не откладывать на потом. Потому что потом оно всегда будет потом. Благодарю всех за просмотр. С вами, как обычно, был Александр. До скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»